Сегодня Сбер на этом мероприятии, потому что мы основной финансовый партнер наших клиентов и в сфере ритейла, и основной финансовый партнер сельхозтоваропроизводителей, собственно говоря, всех тех, кто и формирует вот эту вот полку потребителя, которую сегодня, я надеюсь, мы будем обсуждать, и основные тренды и тенденции, которые происходят сегодня в отрасли. Основной, наверное, урок, что нам надо быть еще более эффективными, и пандемия это показала. Такие понятия, как время принятия решения, time to market, это ключевая, по сути дела, сейчас история, и особенно для отраслей, которые работают с розничными потребителями, B2C формат, это именно та отрасль, которая меняться должна просто моментально. Но это означает, что все основные инструменты и управление, и не только управление, но и производство тех процессов, они должны быть, конечно, работать в онлайне, должны быть максимально цифровизованы для того, чтобы стать еще быстрее, еще более эффективными. Основная проблема, это, конечно, падающая маржа, основная проблема, это эффективность управления, это ровно то, чему сейчас посвящены наши основные усилия, и вот та формирующаяся экосистема Сбера как раз нацелена для того, чтобы нашим клиентам давать основные инструменты, которые помогают снижать издержки и быстрее принимать свои не только управленческие, но и производственные решения. Эти вопросы вы в том числе решаете через образовательные проекты, может быть, чуть-чуть про это расскажете? Вы знаете, очень правильный вопрос, потому что невозможно стать цифровым, если у тебя нет цифрового сознания, и, по сути дела, цифровая трансформация любого клиента, она начинается с осознания, что это действительно нужно. Мы никогда не занимаемся с клиентами и не занимаемся цифровой трансформацией того клиента, которому это не нужно, или который делает вид, что это ему нужно. Что такое запрос на цифровую трансформацию? Напишите мне стратегию. Стратегия — это 5% успеха. 100% успеха или 95% и более — это ее реализация. Для этого не только SEO, но и вся команда должна стать действительно цифровой ориент для того, чтобы понимать, что мы делаем и зачем. Собственно, это первый шаг, наверное, не только к осознанию, но и к движению в этом направлении, поэтому мы с этого и начинаем. Первая ступень наших сервисов экосистемы Сбера — это, конечно, образовательная часть. Поэтому сейчас нашим корпоративным университетом подготовлены для наших корпоративных клиентов такие программы, как Digital Leaders, программы образования в сфере цифровизации, которые позволяют, по сути дела, вот таким образом цифровым заряжать всю команду на понимание, зачем нужно цифровизоваться. Но все-таки физическая розница у нас не уходит с горизонтов. Какое у вас отношение к этому моменту? Физическая розница и онлайн-розница? У нас с ритейлом много очень общего. Мы же тоже работаем в B2C сегменте. И пять лет назад, когда мы обсуждали риск, а исчезнут ли наши филиалы по стране, и были разные взгляды на эту позицию, мы убедились, что физически розница не исчезла. И вы видите, что количество филиалов в стране у нас сильно не сократилось. И количество людей, которые туда приходят, оно может быть где-то даже увеличилось, а где-то просто видоизменился клиентопоток. И люди приходят не только за финансовыми услугами сейчас в нашем офисе, но и за нефинансовыми в том числе. Это первое. Второе, что я хотел сказать о сфере ритейла. Мы тоже сильно верим в то, что оффлайн формат магазинов, он имеет место, так сказать, на будущее, то есть имеет право на жизнь, собственно говоря. И вот новые формы, магазин самообслуживания, вот эти технологии, значит, Scan&Go, QR-коды, ну то есть это все, что уже мы сейчас называем не будущим, а настоящим, то, что есть уже сейчас. Ну а то, что будущее, по сути дела, мы не придумываем сами, мы идем вслед за потребностями и идеями наших клиентов. Очень приятно, что мы не сами изобретаем какие-то сервисы, которые, как правило, рождаются на стыке технологий. На стыке технологий, значит, например, там, видеоаналитики и больших данных, на стыке видеоаналитики, геоаналитики. Но это все то, о чем спрашивают нас клиенты, на основании чего рождаются новые сервисы, которые сейчас мы выводим, так сказать, в ответ на потребности наших клиентов. Субтитры сделал DimaTorzok